друзья здравствуйте сегодня мы поговорим о китайском карасе полное название русском серебряный карась карась серебряный китайский на латыни правда называется карась золотой японский но на ум что это не важно важно как он в обиходе в обиходе он либо золотая рыбка либо карась китайский уж это серебряный карась китайский очень очень много пород вид 1 относится к семейству карповых но сотни пород этой этого вида рыб чем же хорош китайский карась очень красивой расцветки и при этом он неприхотливый как собственно говоря обычно серебряный карась настолько этот карась неприхотлив поэтому в прудах это желанная рыба потому что с ней минимум проблем вот я показал как лежит у нас насос кстати это насос для поддержания полны зимой хотел специально показать как можно недорого без проблем или по временной схеме сделать полынью ветер на дне у нас дом на аэратор стоит но дом на аэратор зимой лучше не включать во первых вообще в целом здесь аэратор поставили на дно я думаю его переставим хоть он ведь немного в 1 возвышенности чтобы не поднимать ил мы на переставим на мелководную зону чтобы опять же не поднимать эти или ские взвеси это может вызвать падение уровня кислорода в воде поэтому мы рекомендуем ставить дом на аэратор на мелководье ставить его не на самую глубину скажем если пруд двухметровый поставить на метровую глубину или на полметровую глубину данном пруду мы на зиму поставили просто насос из скиммера положили в мелководную зону и он поддерживал плыню это было на периферии пруда на окраине соответственно минимум шума и рыба вся отдыхала в другой части пруда пруд около 40 квадратных метров глубиной метр тридцать метр сорок до полутора метров вот он уложен камнем типа валун без раствора но есть железобетонный пояс по берегу облицованный камнем это не требовала конструкция но требовалось исходя из дизайна запланированного значит у нас карась китайский карась серебряный китайский пике него расцветки здесь комета и шубункин у нас возможно здесь есть карп кое напомню нет нет это комета вот у нас двух рассеченный хвост кометы шубункина не вижу пока но мы видим сейчас комета это тоже разновидность серебряного карася неприхотливая рыба почему мы рекомендуем зарублять карася например вместо даже карпов кои если вам нравятся такие пестрые рыбки карася можно до августа не кормить он найдет себе еду он съест собственную икру не будет так сильно размножаться и вода и не будет такой нагрузки на пруд и вода будет почище но в августе конечно начать его кормить хорошим качественным кормом для того что он собран набрал жирка и нормально перезимовал август и середина сентября надо его хорошо кормить ну и с конца может быть июля начните кормить его корм покупаете упакованный чтобы он был хорошего качества не бейте на развес или сыр бы немного можно не фильтровать пруд на этом заканчиваем наше видео повторюсь карась китайский это желательно рыба в пруду она неприхотливая и требует особого ухода но если тут у вас будет свести то надо на ночь конечно ставить айратор чтобы не было холодного голодания строите пруды правильно радуйтесь жизни и всем добра а